Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЕИТВА. Самым главным на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Шесть раз с начала суток российско-оккупационные войска обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Огонь вели на Донецком направлении. Как рассказали в Министерстве обороны, тяжелое оружие не применяли. Потерь в рядах украинских военнослужащих нет. Сразу с полуночи враг начал активно нарушать режим тишины из гранатометов. Крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы вражеские обстрелы позиций защитников Украины в районе населенных пунктов Широкино, Гнутово, Водяное, Павлополь. Вблизи Лебединского оккупанты применили БМП. Без потерь прошли минувшие сутки для украинских военнослужащих. Российские оккупанты 27 раз нарушили режим тишины на Донбассе. При этом 11 раз применив запрещенное минскими соглашениями вооружение. В частности, из ствольной артиллерии боевики вели огонь по украинскому опорному пункту вблизи Водяного. А на подступах к Луганскому, Светлодарскому, Новолуганскому, Водяному, Лебединскому, Новотошковскому и Гнутово оккупанты использовали минометы, в том числе тяжелые, а также БМП. Из зенитной установки обстреляли Вильная. По Гнутово вели огонь снайперы боевиков. Более 40 самолетов, десятки зенитных ракетных комплексов и почти тысячи военнослужащих в Украине. На аэродроме Староконстантина в Хмельницкой области стартовали многонациональные военные учения «Чистое небо-2018». Целью маневров является улучшение взаимодействия между Украиной и НАТО, а также укрепление региональной безопасности. В учениях примут участие военные из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США. Американских военно-воздушные силы, в частности, будут представлены истребителями F-15 Eagles и транспортным самолетом C-130 Super Hercules. Это кульминация 25-летних усилий, чтобы продемонстрировать потенциал воздушных войск Украины и США, наше партнерство. Атмосфера здесь просто электрическая. Украинцы выстраиваются на плацу. В небе летают американские истребители. Очень много усилий было вложено в то, чтобы это все стало возможным. Мы, наконец-таки, смогли объединить наши силы. Я уверен, что не в последний раз мы обязательно приедем сюда еще не один раз. Осенняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы открылась в Страсбурге. В ходе дебатов представят доклад о работе постоянного комитета. А в обед объявит победителя премии ПАСЕ по правам человека имени Вацлава Гавала. Обсуждение наиболее резонансного вопроса – это пересмотр полномочий и прав на голосование национальных делегаций. Он запланирован на вторник 9 октября. Внесение этих изменений является требованием России. Только при этом условие РФ вернется к работе в ПАСЕ. Россия лишилась права голоса в ПАСЕ после аннексии украинского Крыма в 2014. С тех пор прекратила платить взносы в бюджет Совета Европы. Сессия ПАСЕ будет длиться до 12 октября. Немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других незаконно удерживаемых украинских граждан призвал Европейский Союз Россию. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Майи Касьянчич. В тексте отмечается, что Олег Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решимость и самоотверженность во время 145 дней своей голодовки. Однако состояние его здоровья сейчас в критической стадии. Россия отказывается предоставить украинцу необходимую медицинскую помощь, таким образом нарушая его права и международные нормы, сообщается в заявлении. Европейский Союз солидарен с Олегом Сенцовым и помимо оперативного и надлежащего лечения надеется на немедленное его освобождение, а также всех нелегально взятых под стражу украинских граждан в России и Крыму. Украинского режиссера российские силовики задержали в оккупированном Крыму в мае 2014 года. По сфабрикованным доказательствам, его обвинили в подготовке терактов. В августе 2015-го российский суд приговорил украинца к 20 годам колонии строгого режима. Наказание он отбывает в городе Лабытнанге Ямало-Ненецкого автономного округа. 6 октября Олег Сенцов в открытом письме сообщил, что прекращает голодовку, которую держал 145 дней. Причина – ухудшение состояния здоровья и то, что его собирается кормить принудительно. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова утверждает, Олегу не обеспечивают надлежащее медицинское сопровождение для выхода из голодовки. Лучшим учителем Украины по версии Global Teacher Prize стал преподаватель информатики из Запорожья Александр Жук. Приз в 250 тысяч гривен или почти 9 тысяч долларов он планирует потратить на открытие детской студии робототехники. За что дает учительский Оскар, расскажет корреспондент ЮЭТВ Юлия Башко. Объявление победителя премии зрители ждали несколько минут. Очертания за очертанием появлялись его черты на портрете. Но никто не мог узнать в нем учителя из Запорожья, пока художник не закончил последний штрих. Увидел свою жилетку, и эмоции стали зашкаливать. Это очень большая ответственность. Так как Украине необходимо доказать, что учителя важны. И учителей вдохновит, что они важны. Победителем премии Global Teacher Prize или учительского Оскара, как его назвали сами педагоги, стал Александр Жук. Он преподает информатику в Запорожской школе-интернате для детей с инвалидностью. Несмотря на то, что у него четыре высших образования, одно из которых экономическое, он уже как 9 лет полностью посвящает себя преподаванию детям. Когда меня встречают мои бывшие одноклассники, однокурсники, они мне говорят, ты учитель? Зачем оно тебе нужно? А я говорю, да, я же учитель. Потому что мы должны понимать, что мы сами растим наше будущее. Потому что мы можем изменить нашу страну, начиная с себя. Премия Global Teacher Prize проводится в Украине второй раз. В этом году организаторы премии получили почти 2000 анкет-заявок от украинских учителей. В финал вышли только 10 из них. Я не могу сказать, что здесь есть победители и проигравшие. Все, кто был номинирован на эту премию, победители. Мы приняли вызов и преодолели его. В жюри очень внимательно рассматривали каждого кандидата. Особенно уделили внимание тому, как может на победителя повлиять высокий титул и круглая сумма денег. Размер денежного приза составил около 9 тысяч долларов. Очень важно было обратить внимание на то, этот человек пытается вам понравиться, или он действительно такой. К счастью, все были максимально искренни и реально профессионалы. Более половины заявок на участие, которые получили организаторы, были от школьников и их родителей. Учителя на нашу премию могли подаваться сами. А также некоторых преподавателей мы находили через номинации. Некоторых номинировали родители учеников, некоторых коллеги. И очень много учителей номинировали ученики. В церемонии вручения национальной премии принял участие президент Украины Петр Порошенко. Он отметил, что среди номинантов есть много учителей, которые специализируются на инклюзивном образовании. На самом деле это не просто другое отношение к детям с особыми потребностями. А это то, что Украина выходит на совершенно новый европейский уровень отношения к таким детям и людям. Победитель премии Global Teacher Prize Александр Жук в следующем году примет участие в образовательном форуме в Дубае. А пока призовые 9 тысяч долларов планирует направить на развитие своего кружка по робототехнике. Откроет в Запорожье настоящую студию по созданию роботов. Юлия Башко, Александр Матяш, UATV. Лауреатов Нобелевской премии по экономике назвала Королевская академия наук Швеции. Юбилейную 50-ю награду разделили Вильям Нортхаус и Пол Ромер. Они исследовали влияние изменений климата и технологических инноваций на макроэкономику. Прямую трансляцию пресс-конференции в Стокгольме вы видите на своих экранах. В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по экономике стала Ричард Тайлер за изучение экономического поведения и роль психологии в экономике. IT-марафон. 25 белых хакеров. Именно так называют специалистов по компьютерной безопасности, которые специализируются на тестировании компьютерных систем, съехались со всего мира в Киев. Участники марафона из США, Франции, Нидерландов, Китая и Японии будут искать уязвимости в трех приложениях – соцсети, службе поиска такси и криптобиржи. На это у них 9 часов. В этой сфере очень важно строить комьюнити, то есть ребят, которые мыслят одинаково, у них одинаковые цели, одинаковые интересы. И, собственно, одна из целей этого мероприятия – как раз познакомить ребят, которые всегда общаются в интернете только, они с разных частей мира. И вот сегодня они встретились здесь, в Украине, они ищут уязвимости, получают награды, знакомятся, путешествуют. То есть это очень классный экспириенс для всех участников. На срочных мерах против глобального потепления настаивает ООН. Эксперты сообщают, необходимо удержать рост температуры в рамках полтора градуса Цельсия. Об этом говорится в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата. Для этого, по их подсчетам, нужно сократить уровень выбросов углекислого газа на 24% к 2030 году, а к 2050 свести их к нулю. На это потребуется 2 миллиарда 100 миллионов евро. Эти меры помогут избежать необратимых последствий для жизни на планете и потерь экосистем, говорится в докладе. В частности, эксперты предупреждают, если уровень роста температуры достигнет 2 градусов, уровень мирового океана повысится на 10 сантиметров, коралловые рифы будут уничтожены, а в Северном Ледовитом океане как минимум раз в десятилетие будет полностью таять морской лед. Во дворах мальвы и чернобрыси, а вместо юрт хаты и мельницы. В Кыргызстане семья Мищенко живет по украинским традициям и знакомит с ними местных жителей. В гостях у них побывал и корреспондент ЮИТВ Олег Шумейко. Двор Сергея Мищенко не похож ни на один другой в поселке Теплоключенко. Старая мельница, столы из жерновов, повсюду украинские цветы. Еще 6 лет назад, когда Сергей купил эту усадьбу, здесь была только мельница, и та заброшена. Пережила коллективизации, приватизации, войны, революции, все это прошло у них позади. 8 таких мельниц орудил в конце 19 века выходец из Украины. Мельник Лаврин Матяшов. До наших дней сохранилось только это. Ей 141 год. Мельница действующая. Для того, чтобы ее запустить, необходимо поднять небольшой шлюз. Вода пошла, мельница заработала. Реставрировал мельницу Сергей своими руками. После решил воздвигнуть на усадьбе историко-краеведческий музей. Ведь его предки, так же, как и Лаврин Матяшов, почти полтора столетия назад переехали сюда из Украины. Душа как-то тянется к этому. От этого не уйдешь никуда. Ну и потом менталитет у нас немножко другой. Не буду его сильно различать с другими, но у украинцев другой менталитет. Вот обычаи, традиции, вот эта рабочая хватка такая, вот трудяги все, очень, знаете, трудоголики даже. Ну и хозяева хорошие. Украинские традиции чтят и передают из поколения в поколение. Все обычаи, все соблюдается здесь все-таки изначально, как на Украине. Даже по-другому как-то и не представляем. Борщ – любимое блюдо, чернобрывцы – любимые цветы. С культурой украинцев семья Мищенко знакомит и местных жителей. В их гостевом домике часто останавливаются туристы из Кыргызстана, Казахстана и Китая. Бывали и гости из Украины. Олег Шумейко, Дмитрий Борщ из Кыргызстана, ЮЭй ТВ. Первую медаль на юношеской олимпиаде в Бунас-Айресе в копилку сборной Украины принес дзюдоист Олег Веридыба. В весовой категории до 55 килограммов украинец завоевал бронзу. В поединке за третье место Веридыба одолел француза Романа Володи Пикара. Золото в этой весовой категории завоевал белорус Артем Колосов, а серебро досталось представителю Монголии Тимуджину Ганбургеду. Летние юношеские олимпийские игры проходят в аргентинском Бунас-Айресе 7 по 18 октября. Украину представляют 55 атлетов в 22 видах спорта. Верим только в победы наших юных спортсменов. А еще больше актуальной информации вы найдете на наших страницах в соцсетях и на сайте телеканала UATV.ua. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей буквально через пару часов, поэтому не переключайте. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok